Привет, дорогие друзья! Не так-то много статей о влиянии обычного сахара на растения. Я нашел старинную статью от 1948 года о влиянии сахароза на томаты. В опытах применяли сахарозу 10% концентрацию в растворе с добавлением сульфаниламида. Забегая вперед, отмечу, что от такой концентрации сахароза томаты не сдохли. Хотя я бы уменьшил концентрацию на два порядка, то есть как минимум в 100 раз. Думаю, что в те годы прилипатели и прочие продвинутые средства для опрыскивания были не особо распространены, как сейчас. Поэтому подозреваю, что сульфаниламид, он же стриптоцид, использовали как антимикробную добавку, без которой проведение самого опыта представляется вообще малореалистичным, так как такая концентрация сахароза, вероятно, крайне привлекательна для патогенов. В статье говорится о том, что корни поглощают очень мало сахара, в отличие от листьев. А то, что стебли поглощают его главным образом через раны, заставляет задуматься о капельницах для плодовых. Главный вывод статьи – это то, что применение сахара эффективно именно при низкой интенсивности света. Ссылку на статью оставлю в описании. Еще я нашел статью об опрыскивании раствором сахарозы растений кофе. В статье научно проверяется метод выращивания с применением опрыскивания кофейных растений разбавленными растворами сахарозы. Только у истощенных растений наблюдалось увеличение растворимого сахара при опрыскивании сахарозой в дозах 0,5% и 1%, что стимулировало фотосинтез по сравнению с контролем. По мнению авторов статьи, нельзя отвергать гипотезу о том, что часть сахара могла экспортироваться, например, в корни. У растений с нормальной концентрацией углеводов не наблюдалось увеличение концентрации эндогенных сахаров при опрыскивании сахарозой. Также не наблюдалось различий в активности ферментов. Ссылку на статью оставлю в описании. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить.